Диктофон Одну любую магическую И также одну обезьяну поддержки Тут конечно в основном не обезьяны Но любое строение Которое относится к определенной категории Также Я посмотрел карты Постепенно кстати начал копить деньги Чтобы прокачивать знания Так как я посмотрел на некоторые знания И они безумно полезные на самом деле Тот же самый в обычных знаниях Тут на последнем Добавляет 200 денег в начале игры Это же очень много Тут еще также оказывается Позволяет иметь двух мастеров арбалета Тоже очень крутое знание Я про их вообще не знал Поэтому надо будет как-то посмотреть их все внимательно И уже определиться И что-нибудь качать Так Сейчас вспомню какую я карту хотел Я просто так долго собирался Проходить это испытание Что время на самом деле много прошло Давайте пробу на карте бревна Вроде бы я ее хотел Выбираю просто Обычную Без каких-то модификаторов Усложнений Чтобы уж так посмотреть О кстати У нас ведь как раз В начале игры Сразу же одна бесплатная Обзяна обычная Ну то есть я вот так вот ее поставлю И единственное вот что мне интересно в этом испытании Могу ли я Например Сначала играть за друида Потом Типа мне друид не понравится Я его удалю И поставлю другую магическую обезьяну То есть что на карте В один момент Будет всего одна обезьяна одного вида И если так посмотреть То мне кажется Это нормальное решение Ну будем Пробовать как-нибудь пройти Может быть и так сможем Так Как-нибудь вот сюда Ниндзя еще поставлю дополнительную Чтобы больше радиус пробивало А обезьяну я поставил Ну ниндзя Для того Чтобы на всех случаев Его вкачивать по нижней линии Чтобы он у нас потом Моап пробивал И он кстати Видите Комфляж видит С самого начала Это тоже одно из его преимуществ То есть Прямо по случайности поставил И вообще не жалею Если так посмотреть И Кого бы Я бы Из военных Наверное поставил Обезьяна флипбустьера То есть Это прям крутая Обезьяна В том плане Что Она будет очень хорошо Стрелять По У нее пушки Прокачка Вроде посередине Очень Большой залп Орудий идет Как раз таки По-моему Это очень здорово И это нам прям Пригодится И так же Он мабов Ведь пробивает Ну И посередине качать Но вот только Я не знаю Насчет нижней линии Стоит ли его Пкачивать Или нет Потому что Казалось бы Ну Нижняя линия Она И этот И камуфляж Поговорят видеть Ну Может Что-то Другое То есть Удваивает Корабельное Оружие А тут Тут просто Может быть Я действительно Буду прокачивать На низ И посередине Хоть тут И удваивает Это оружие Но В любой Ну то есть Лучше все равно Чтобы у нас Пробивался Камуфляж Так как Потом у нас С этим будет Наверное Проблема А из обезьян Поддержки Я бы Наверное Взял Шиповый Завод Шиповый Шиповый Мне кажется Шиповый Правильно будет Так и буду говорить Так Героя Я конечно Вряд ли буду ставить Так как И без него Наверное Будем справляться Так Вот все Вы посмотрите Какой радиус У него Очень большой Это как раз таки Да Вот этот Способность Увеличит его Радиус И вот здесь Как раз таки Он сможет Бить камуфляж Это как раз Нам очень Кстати Пригодится Под конец Игры Потому что У него Видите Большой залп Если Мы бы еще Покачали наверх То он бы Удваивался Ну мне так кажется Потому что Там он действительно Как будто Больше намного А так как Будет очень много Камуфлированных Шаров То мне кажется Флейбустер Как раз Будет очень хорошо С ними Справляться Обязяна с дротиком Надо будет Вкачать Вы прямо Знаете Так получается Что Обязяна с дротиком Я буду качать В основном На нижнюю линию Он будет Видеть Камуфляж Обязяна ниндзя Всегда Видит Камуфляж Обязяна Флейбустер Будет Видеть Камуфляж И вот Поставлю Шиповый завод А он тоже Будет Видеть Камуфляж У нас Просто Максимально По ним Пройдемся А тут же Еще классно В том Что Лепустер Огненный Наряды Кидает А это Как раз Таки Еще И Очень Хорошо Он Справляется С этими Свинцовыми Шарами Конечно Если Нам Еще Обязяну Ниндзя Прокачать То Он Тоже Будет Хорошо С ними Со всеми Справляться Пока И так Нормально Будет До 2900 Как раз Таки Кстати Уже 24 Раунд И Скоро Пойдет Уже Первый Камуфлированный Шар Обязяна Ниндзя Должна С ними Сама Справиться Там Вроде Всего Один Даже Пойдет То есть Никаких Проблем Не должно Нас Ожидать В этом Плане Воронье Гнездо Пока Что Наверное Не буду Вкачивать Вот Кстати Справились Все нормально Сейчас Я бы Накопил На световую Бомбу Потому Что Надо Все Таки Прокачивать Обязяну Ниндзя Так Скоро У нас Уже Редет Первый Этот Моап А Это Не Очень Хорошо Хотя Это У нас Еще 14 Раундов Для него Мы Все Равно Будем Наготове Там Надо Будет Накопить Как раз Таки Вот 5000 На Липкую Бомбу Это Очень Большие Деньги Как Мне Кажется Зато Посмотрите Как Он Действительно Сейчас Наносит Урон Хорошо И С учетом Того Что Он По радиусу Прям Очень Хорошо Попадает То Есть Он Может Много Хорошо Выстреливать Так Давайте Ему Поставим Цель Прочную Слушайте Чтобы Он Пробивал Сфокусировался Например На Свинцовых Шарах Если Что Это Он Только Что Пробил Свинец И Потом Пошел Бить Мелкие Шары А Так Он Хотя Будет Стрелять Преимущественно По Прочным И Больше Шанс Что Он Как Раз Таки Пробьет Весь Свинец Нормально Так Пока Пойдем Все В принципе Неплохо Ну Карта Это Сама По Себе В принципе Чуть Много В принципе Но Эта Карта Там Сама По Себе Не Сложная Но Мне Нравится Прям Прикольная Еще Мне Очень Хочется Попробовать Пройти Знаете Вот Одну Карту Со Всеми Максимальными Модификаторами Сложности То Я Пытался Это Делать Самой Легкой Самой Простой Картой Но У меня Пока Что Действительно Не Получается Там На Задании Где Ты Получаешь В Два Раза Меньше Денег Прям Несколько Раз Пробовал И Чего То У Мне Вообще Ничего Не Выходило Я Конечно Старался Сразу Поставить Бенджамина Чтобы У Меня Больше Денег Шло И Это Можешь Сказать Меня Еще И Губило С При Минимальных Затряд А то В основном Какие-то Способности Или Еще Что Такое Я Использую Только Для Видео На Видео Чтобы Как Что Чем Нибудь Помочь Или Как Нибудь Чтобы Помогло Для Видео Поинтереснее Было Так Корабельная Пушка Нет Кажется Надо Вкачать Где Она С Дротиками Так Как Она Очень Сильная Если Ее Хорошо Вкачать Она Как Раз Будет Очень Неплохо Помогать И В принципе Мы Готовы К Малу То есть У нас Не должно Возникать Каких-то Сложностей Особенно Флейбустер Такая Прям Хорошая Очень Много Урона Наносит Потом Одна Обязания Пираты Прокачаем Ее Так Вот Меткий Стрелок Теперь У нас Будет И По урон Действительно Все Прям Нормально Оба Ой На самом деле Как быстро Мы его уничтожили Ну и Хорошо Так И Сейчас Я бы Нам Поставил Шиповый Завод Куда Нибудь Вот Здесь Чтобы Он Сразу Мог Кидать На Многие Линии Так Вот Факт Надо Бы Определиться В какую Сторону Его Ещё Качать Вот Наверное Вот В эту Как раз Таки Шрэдер Мап Конечно Эти Тоже Очень Хорошие Но И С другой Страны Они Очень Дорогие То есть Видите Тут Аж 175 Тысяч Вот Эту Я Кстати Ещё Даже Ни раз Не Открывал Надо Будет Как раз Посмотреть У нас Почти Даже Опыта Хватает Значит Наверное Буду Качать На Линию Посередине А Область Разбрасывания Кучь Шипов И Они Стоят Дольше Так Давайте Больше Шипов О Ещё Свинцовые Пробивать Будет Тогда Неплохо Сейчас Как раз Наш Рейдер Этот Накопим И Прям О Уже Даже Накопили И Теперь Должно Быть Нам Полегче У Нас В принципе Никаких Ужас Я Честно Я В принципе У меня Сам В Побит От Этого Поэтому Напишите Если что В комментариях Бесит Ли Вас Это Слово Или Какие-то Слова Которые Я Честно Повторяю Я Попробую Этого Избежать В дальнейших Видео Так Чё Тут У нас Много Шаров Было Вообще Мы Со Всем Прошли Вот Шиповый Шторм Тоже Будет Стоит Накопить Так Как Это На Всех Ну Хотя Мне Это Кажется Мы Будем Довольно Таки Часто Использовать И Он Будет Очень Хорошо Нам Помогать Так Как Он Разбрасывает Вроде По Всей Карте Прям И В тех Случаах Когда Будет Очень Много Шаров Мы Не Будем Справляться То Я Буду Постоянно Его Использовать Так Даже Вот Давайте Сейчас Посмотрим Чё Да Как Чё В принципе Дыря Наверно Хотя Не Нормально Неплохо Так Её Уничтожил Там Нормально Этих Уже Шаров Так Обземный Пират Ещё Конечно На Главаря Пиратов Накопить У нас Ещё Раундов Очень Как Был Много С одной Стороны А Прокатка Уже На Всех Остальных Очень Дорогая Если Действительно То Есть Всё Уже Мы Можешь Сказать Почти Добились Предела Я Действительно Накопил На Главаря Пиратов И На Массера Ра Полета То Ещё Увеличить Свою Радио Его Наверно Надо Было Тогда Куда Ни Сюда Переставить Хотя Ладно И Здесь Будет Тоже Очень Нормально Будет Быстро Стрелять Очень Большой Урод Набирать Одинок Лепустер Как Раз Где-то Сразу Три Муава Будет Стасывать Себя И Плюс Давать Дополнительные Деньги За Это Да Отбирая Больше Денег У всех Сбитых Шаров Класса Муав То есть Это Как Раз Так И По Мне Так Круто Так Ну Пока Идём Здесь Тысяч Уже Даже Накопили 54 Раунд Уже Довольно Таки Слаждовато Становится Постепен Нашим Четверым Обидианом Но Они Прям Героически Держатся Как По Мне Так Блин Вот Че-то Я даже Не знаю Насчёт Героя Он же Как И Отдельная Категория Идёт С Одной С С С С С С Наверное, нечестно его ставить Потому что это не очень предусматривалось Дрителям, наверное Поэтому будем стараться в первую очередь Действительно пройти без Героя нашего Хотя на эту карту я бы, наверное, использовал Ну, если проходил бы с героем То я бы взял Сауду, наверное Или эту Забыл, как зовут ужас Адору Либо Адору Так как они очень хорошо наносят По урону, и они, наверное, бы Спасали во многих ситуациях Так Но пока он, в принципе, совсем справляется Кстати, почти накопили на головаре пиратов Сейчас 60 уровень Ого И он сразу у нас Спасал этот Красный мог Это очень круто Ой, посмотрите, сколько широк Но мы должны справляться То есть не должно быть сложности Тем более Если что, у меня бы Еще откатился Как раз таки вот навык в общем теперь им крышка и радиус по моему хотя не знаю увеличивался ли он или нет но в любом случае я здесь что у него еще огненная мощь возросла что будет хорошо уровень набирать так его даже не знаю пока ладно на всех случае использую то что-то тут в некоторых местах как-то опасно довольно таки мы должны тут справляться да все нормально так вот видите сразу же 3 забирает прям круто так сейчас мастера арбалета будет у нас копиться конечно еще довольно таки долго аж 27000 у нас тем временем пока пять с половиной всего лишь на неплохо покажем нормально пусть ворок чуток ну вот эти лучи разбросаю все равно но скоро откадешься это довольно таки часто появляющиеся скилл у него нет проблем каких-то так вот главное навык обезьянов либо стера использовать как можно чаще при любой возможности потому что это еще и дополнительные деньги и причем он очень легко с ними расправляются с первыми тремя по крайней мере и по-моему он может забрать сразу же одного зеленого то есть он может брать по три красных по три синих и сразу же одного зеленого то есть либо либо вот так вот идет поэтому как бы он очень мощный в этом плане и из-за этого у нас сейчас знаете вот самая главная задача это дойти до 80 раунда потому что с 80 мы пройдем но просто за раз мы используем способность нашел либо стера и все и мы пройдем а так пока дойдем до этого раунда еще будет несколько трудностей с которой мы будем стараться справиться у нас 16000 тем временем так использую 72 раунд хотя уже так только одна красная о еще было ну нормально 20000 есть это уже радует я все жду чтоб там было побольше красных чтобы знаете сразу забрать и побольше денег и уничтожить их прям надо надо нам денег так еще будут ладно так уже заберем напросились осталось совсем кстати немного накопить то обязательно с и последнее улучшение как раз ее прям очень сильно мощь увеличивает намного становится сильнее и это прям очень круто вот все мастер арбалета есть вы посмотрите он прямо в новую разды начал больше урона носить как раз таки вот сейчас пойдут раунды где будет очень много шаров так прям там и камуфлированные и любые и это обезьяна будет очень хорошо с ними со всеми справляться так ой обезьян не поставил ужас кстати давайте посмотрим да блин ужас но я поставил но она ничего не разнесла ничего не помогло хотя не считается я хотел вниз отмотать чтобы до шипового завода досмотреть у нас же тут открылось улучшение и посмотрим что она из себя представляет наносит сильный урон шипы становятся почти вечные но прикольно так то может быть когда-нибудь мы это даже проверим посмотрите где у нас дротик вообще никого не пропускает это мы забираем дополнительные деньги нам очень нужны вот я не знаю на что сейчас купить там наверное на ключ и ковер что ли накопил так как это но неплохая довольно таки способность хотя тут мастер помимо метатель тоже очень круто так у нас уже это обезьяна с дротиками не дает на нашему припустеру забирать малую она их просто действительно очень быстро уничтожает но мы в этом плане благодарна очень ей прям большая молодец и вот кстати 80 раунд а у меня скилл в кд ну если так посмотреть то у нас и одна обезьяна это дротиками справится но мы так все таки сделали поздравляю мы прошли это испытание давайте продолжим посмотрим насколько нас хватит довольно таки интересное испытание не не действительно понравилось но я думал что будет сложнее реально я думал придется кого-нибудь переставлять менять всяких обезьян в зависимости от раунда сложности или еще чего-то а в итоге вышло более-менее по моему все даже удачно даже как более-менее удачно так как мы прошли и все нормально у нас уже 32 тысячи даже 33 тысячи монет накоплено усталость совсем немного набрать уже прокачи прокачая наш завод все говорить разучился я просто как это по приколу скилл я донул не знаю никаких бонусов он толком сейчас нам не да ну вот если я его качаю до конца то будет намного по моему и он сильнее тем более разбрасывая шипы по всей карте это тоже очень прикольно по моему очень полезно как минимум и почти мы уже даже накопили на все это да вот а теперь даже его способность прям так уж и не нужна потому что он сам по себе будет часто это использовать по крайней мере да действительно прям очень часто все идет и и самое крутое что он ведь еще му обам наносит очень большой урон от всего этого и как раз таки на 90 раунде у нас пойдут быстрые такие вот камуфированные мабы и я надеюсь что вот эти шипы будут наносить прям большой урон их ой ничего себе он 2 взял два зеленых сразу я такого не ожидал я не знал что он так может или может быть у него предыдущая была прокачка которая позволяет брать по одному зеленому а это уже сразу по несколько ну как минимум это очень круто теперь тогда будем копить на мастера бомбометателя такими темпами мы должны в принципе накопить если следующий раунд конечно мы с ним справиться потому что он довольно таки мне так кажется будет может быть все равно так ну и когда есть здесь и когда они полетят о слушайте мне даже не пришлось использовать скилла для пустера потому что они сами прям хорошо очень справились самом начале уже их уничтожили жесть они крутые это вот уже почти 100 тысяч урон нанес то есть он прям быстро все начинает прыгать вот обезьян с дротиками это конечно вообще это пайф забираем себе нам еще надо накопить 13 тысяч где-то ну да где-то в этой области нужно на полу тогда в качаем всех наших 4 обезьян и посмотрим как мы будем справляться дальше пройдем ли мы сотый раунд будет очень круто я скажешь пройдем прям интересно в этом плане как у нас все получится единственное что потом будет жаль когда я накоплю уже полностью все прокачаю что у нас будут деньги идти и те а мы никого не будем катить потому что не можем что у нас есть ограничение ой а тут смотрите опасно прям прям очень много сейчас идет так ну да нормально мы справляемся и сейчас кстати я следующем раунде я уже даже в качаю наш наши нельзя и все и тогда будет наверное все лучше вот так быстро уничтожать ой сколько их тут вы посмотрите ну шипов у нас тут немерено справились интересно как это вот обьяна ниндзя будет уничтожать всем лаба надеюсь прям хорошо в этом плане по урону есть посмотрите мне действительно а начало намного больше урона наносить о я не заметил это было максимально неожиданно слушайте я думал у нас все хорошо идет офигеть но в любом случае я наверное уже ничего бы не смог сделать потому что даже у нас скиллы были в откате так кто это прошел керамические шары но вот если тут посмотреть тут действительно очень много и видимо один моап так далеко прошел ого надо будет потом пересмотреть на записи как это все вышло потому что я действительно не заметил но в любом случае мы прошли это испытание мы дошли очень далеко с четырьмя обезьянами всего лишь до 96 уровня мы дожили по моему это прям очень круто я надеюсь что вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока